Бесстрашные испанские мореплаватели, несмотря на всевозможные преграды, были устремлены на запад. В поисках нового пути в Индию они обнаружили неизвестный архипелаг. Решив, что индийский полуостров уже недалеко, они назвали остров Западная Индия, Вест-Индия, а местных жителей – индейцами. Названия прижились, хотя настоящая Индия лежала тысячью милями дальше. Вслед за первопроходцами на другой берег Атлантики в поисках несметных сокровищ потянулись испанские конкистадоры. Курсируя между островами, ныне известными как Карибские, они вновь и вновь испытывали разочарование. Не найдя золото, испанцы назвали архипелаг Ислос и Нутилис – бесполезные острова. Бесполезными испанцы сочли и три острова у побережья Центральной Америки – Арубу, Бонайре и Кюрасау. Должно было пройти более ста лет, прежде чем истинная ценность островов открылась голландцам. Именно голландцы превратили Кюрасау в один из важнейших перевалочных пунктов на Карибах. Голландская Вест-Индская компания, обладавшая монополией на торговлю в регионе, создавала десятки факторий, строила порты, основывала копии и плантации. Торговля благоприятствовала колонизации. В течение следующих столетий на Карибах смешивались национальности, цвета кожи, религии и культуры. В отличие от Кюрасау, ставшего экономическим центром, Бонайра, омываемый кристально чистыми водами, остался как будто немного в стороне от цивилизации. Однако самой узнаваемой деталью нидерландских антильских островов остаются райские пляжи Арубы. Километры белого песка в тени пальмовых листьев, лазурное море и солнце круглый год. Вот самая сказочная сторона Карибов. Вдоль самого знаменитого пляжа на Арубе, Игл-Бич, вырос ряд шикарных отелей. С тех пор, как группа Beach Boys прославила остров, он стал синонимом прекрасного экзотического отдыха. Участок побережья между Букути-Бич и Манчеба-Ресорт считается одним из лучших в мире. И здесь не надо искать место под солнцем, пляжа хватает на всех. Даже в августе в пик сезона на пляже свободно. Из-за своей отдаленности Карибы остаются для европейцев местом, сколь желанным, столь и дорогим. Американцы на островах составляют большинство гостей. Для них здесь 365 солнечных дней в году и идеальная температура – около 28 градусов. Американская Майорка расположена в двух с половиной часах лёта от юго-востока Соединённых Штатов. Аруба – рай для игроков в гольф. Их ждут ухоженные поля, блистающие яркой зеленью и обильно орошаемые водой из специальных поливальных устройств. Дождь на Арубе – большая редкость. Сахарные розовые крыши – отголоски колониального стиля. Лишь отголоски, поскольку зданиям в центре едва ли больше 20 лет. Они возникли на месте разрушавшихся от времени вилл и магазинов. А ранний стад, изначально бывший конским рынком Вестынской компании, уже давно превратился в красочный порт, обслуживающий в основном туристические рейсы. Ежегодно сюда прибывает около миллиона гостей. Туризм стал главным источником дохода островитян. Аруба – обязательное место остановки крупных пассажирских судов, совершающих рейсы по островам. Обычно в порт Ораньестад каждый день заходит по меньшей мере два плавучих супер-отеля. В окрестностях нет каких-то особых природных достопримечательностей или памятников старины, и большинство выходящих на берег отправляется за покупками. Товары известных марок в магазинах беспошлиной торговли пользуются большим спросом, чем местные сувениры. Низкие цены притягивают как магнит. Эксклюзивные часы, бижутерия и одежда расходятся в портовых магазинах, как горячие пирожки. Напротив – ярмарка экзотических мелочей. Но, увы, многие сувениры с карибскими мотивами снабжены этикеткой «Сделано в Китае». Те, кому обстоятельства помешали стать настоящим растаманом, могут купить ямайскую шапку с приделанными дредами. Нам хочется глубинных впечатлений, и мы отправляемся по следам капитана Немо. Стоит это удовольствие 100 долларов с человека. Для рейса на подводной лодке не так уж и много. На борту «Атлантиса-6» умещается 40 пассажиров. Когда все оказываются внутри, раздается команда «Задраить люки». Капитана зовут Карлос. Теперь наша судьба в его руках. В начале лодка погружается на 15 метров. Видимость прекрасная. Первая же картина заставляет достать камеру – остов судна, заселенный сотнями морских тварей. Различимые разноцветные рыбы-бабочки – красные люцианы, морские ежи. Вода так прозрачна, что даже на глубине лодка не включает прожекторов. Мы опускаемся на 25 метров ниже уровня моря. Среди кораллов колышется силуэт морской черепахи. 35 метров под толщей воды. На борту состояние повышенной готовности – тачдаун. Судно оседает на морском дне. «Быстро все выходим!» – капитан шутит. «А мы бы вышли». Примерно через 45 минут подводная экскурсия подходит к концу. Внизу, конечно, красиво, но на твердой земле лучше. В центре маленького городского парка Ораньистада возвышается статуя королевы Нидерландов Вильгельмины. Монумент напоминает о все еще тесной связи острова с бывшей колониальной империей. Жители Арубы не питают к колонизаторам ненависти. По сравнению с другими островами архипелага, здесь живется в целом неплохо, благодаря и дотациям из Голландии. Конечно, достаток понятия относительное. Многие эмигрируют в Европу, надеясь на лучшее будущее. Улицы носят имена представителей королевской семьи Нидерландов. Форт Зутман был построен в 1769 году у самой воды и охранял колонию от непрошенных гостей, в первую очередь от пиратов. Башня Вильгельма Третьего указывала торговым кораблям путь к порту. В последующие столетия маяк, старейший из сохранившихся построек на острове, служил также резиденцией губернатора, полицейским участком и тюрьмой. Через несколько шагов очередной памятник. На постаменте местный политик Ян Хендрик Альберт Эмман, премьер-министр, которому удалось добиться для родного острова автономии в рамках так называемого статуса парте. Нидерландские Антильские острова обрели независимость уже в 1954 году, но в отличие от других Карибских островов сохранили тесные контакты с Европой. В 1986 году Аруба вышла из колонии Кюрасао и Бонэйре, обретя автономию в рамках Королевства Нидерландов на особых условиях. Внутренние проблемы остаются в компетенции правительства Арубы. Вопросы внешней политики и вооружения подлежат решению в далекой Гааге. Праздник независимости шумно отмечается 18 марта, в День флага. По главной аллее проходят скауты и спортсмены. Влиятельные политики произносят речи. Офицеры голландского военного флота выходят в свет в парадных мундирах, дамы в элегантных шляпах и перчатках. Статус апарте означает, что у жителей Арубы паспорта Нидерландов, то есть они являются гражданами Евросоюза. Основные направления политики определяются в Гааге, а конкретные проблемы, связанные, например, с образованием или с социальными вопросами, решает парламент Арубы. Этническая и культурная смесь, которую сформировали темнокожие потомки рабов, португальцы, голландцы и венесуэльцы, требует скрепляющей основы. И тут нельзя недооценивать роль национального флага и патриотических гимнов. Песня «Бандера дими Аруба» поется на языке папьямента, креольской смеси испанского и португальского языков. Освещение вопросов политики, управления и образования основывается главным образом на голландской лексике. Все, что связано с техникой, имеет английские названия, а чувства и эмоции выражаются мелодичными испанскими и португальскими словами. Книга на папьямента «Буки», а любовь «Амор». Субтитры создавал DimaTorzok Ирония судьбы. Конкистадоры XV века, главной целью которых было обогащение, проглядели одну из немногих золотоносных жил на Карибах. Лишь спустя четыре столетия началась добыча ценного металла в копьях Буширибана. Но золота оказалось немного, его добыли лишь 1300 килограммов, и вскоре месторождение было закрыто. На ветреном побережье нет ни деревьев, ни домов. Даже в ясные дни северный посад дует очень сильно, и поднятые им волны с грохотом разбиваются о скалы. Природная стихия сделала из Natural Bridge местную достопримечательность, которую непременно нужно запечатлеть. Волны выбили в скале десятки отверстий, кое-где возникли каменные мостки. Самый большой мостик, на протяжении десятилетий привлекавший туристов, к сожалению, обвалился во время шторма в 2005 году. Но наплыв приезжих не уменьшился. Вид бушующего моря – достаточный повод для экскурсии. Пещеры, выдолбленные в камне водой, находятся далеко от береговой линии. Это свидетельствует о том, что уровень моря в далеком прошлом был на несколько метров выше. Говорят, что здесь прятали свои сокровища пираты. Но, увы, нам вряд ли что достанется. Гремучая змея в террариуме не опасна. Но не все змеи острова сидят за стеклом. В нескольких сотнях метров находится пещера Квадирикири. Морская вода за миллионы лет вырезала на ее мягких вулканических стенах фантастические узоры. Между скалами, отесанными ветром и водой, вьется узкая тропинка. Она ведет к творчеству аборигенов, проживавших на этом острове. В наскальном рисунке исследователям удалось различить очертания птицы. Ее нарисовали индейцы из племени Араваков. После нашествия конкистадоров, все племя было захвачено в плен и переправлено на остров Испаньола, нынешней Гаити, в качестве рабочей силы для плантаторов. На протяжении нескольких лет после этого события Аруба была безлюдна. В начале 17 века на опустевшем острове поселилась горстка испанцев. На свою заморскую родину они привезли коней, коз, ослов, свиней и прочий скот. Среди поселенцев был миссионер Доминго Сильвестре. Он основал небольшую церквушку в Альте-Висто, наверное, первую на всех Карибах. Храм был построен для нужд скромной общины поселенцев. По мере роста колонии перед дверями церкви выстраивались новые ряды скамеек. Проповедь под открытым небом не составляла проблемы. На Арубе редко идет дождь. В 1891 году о скалы северо-западного побережья разбилось судно «Калифорния». Виновником трагедии стал служитель маяка, который заснул на службе и не проследил за световым сигналом. Несчастливый маяк после этого случая был назван именем погибшего корабля. В паре сотен метров покоится остов немецкого судна времен Второй мировой. Его взорвал капитан, окруженный флотом союзников. Вместе с австрийским пилотом мы поднимаемся в воздух на вертолете, чтобы увидеть великолепный остров с высоты птичьего полета. Его можно без труда окинуть одним взглядом. Площадь в 193 квадратных километра не так уж велика для обитаемого острова. Его длина 30 километров, а ширина 9. Большая часть приезжих располагается на 12-километровом отрезке песчаного побережья на юге острова. Остальных привлекает расположенный на юго-западном побережье Малмок. Благодаря сильным ветрам он стал мечтой серфингистов. Условия почти идеальные. На Палм-Бич множество отелей и преобладания американцев. Здесь гораздо шумнее, чем на пляже Игл-Бич, который в свою очередь оккупирован гостями из Европы. В американской части то и дело вырастают новые бетонные молохи. Европейские же инвесторы установили у себя более строгие нормы строительства. На романтическом Лоу-Райс-Бич отели могут иметь не больше трех уровней. Недалеко от берега встречаются экскурсионные суда. Среди них парусник «Веселые пираты» в стиле пиратов Карибского моря с богатым круглосуточным баром. Некоторые мореплаватели, ступив на судно, уже через полчаса с трудом удерживают равновесие. Прыжок в спокойную воду с температурой 28 градусов не грозит обычно ничем, кроме удовольствия. Для нас устроена демонстрация работы команды текелажников. Дамы на палубе не сводят глаз с подтянутых моряков. Пора возвращаться в порт. Поднять паруса. На обратном пути мы можем полюбоваться роскошным карибским закатом. Полчаса лета отделяют нас от внешне совсем иного острова Бон Айре. Какой контраст с буйной зеленью восточных и северных карибов. Растительность тут менее плотная, но разнообразие видов впечатляет. Мы видим кактусы, терновники, агавы и алоэ. Изрезанное северное побережье выглядит еще суровее. Алонсо де Охидо, мореплаватель на службе у испанской короны, не колебался ни секунды, зачисляя Бон Айре в категорию бесполезных островов. Сегодняшнее сокровище, девственная природа, во времена великих географических открытий не было в дефиците. Путешественников той эпохи интересовали драгоценные металлы, прежде всего золото, а уже потом они обращали внимание на плодородную землю. Земледельцы появились на Карибах много лет спустя после конкистадоров. Бесполезная триада Аруба, Бон Айре и Кюрасао заинтересовала голландцев лишь в 1634 году. Они оценили стратегическое расположение островов близ Южной Америки, идеальный плацдарм для ведения торговли или войны. Остров омывают кристально чистые воды лазурного оттенка. Постоянная температура воды около 28 градусов, богатая подводная фауна и суровые законы по охране окружающей среды привели к тому, что Бон Айре стал раем для дайверов. Бон Айре Над водой достопримечательностей гораздо меньше. На Бон Айре не так много песчаных пляжей, но подводный мир с лихвой компенсирует этот недостаток. Для любителей подводного плавания выделено 860 секторов. Подводный мир ошеломляет богатством видов жизни и красками. Рыбы как будто привыкли к присутствию людей. Во всяком случае, они не уплывают, даже когда мы приближаемся к ним на расстояние вытянутой руки. Белый обелиск напоминает о колониальных временах, когда на Бон Айре процветала торговля. Места для швартовки судов обозначены национальными цветами Голландии – синим, белым и красным. Бон Айре был поставщиком соли, которая прежде очень ценилась, как консервант для продуктов, перевозимых через океан. До 1836 года соль, которую получали путем выпаривания морской воды, собирали голыми руками. Рабы, занятые на соляных копях, жили в маленьких домиках в Кабае по 6 человек. Сегодня работа по добыче соли почти полностью автоматизирована. Экспорт соли до сих пор составляет важную часть доходов. Со времен расцвета массового туризма в 80-х годах 20 века главным капиталом Бон Айре является его природа. Власти отдают себе в этом отчет и заботятся о ее охране с помощью законодательства. В южную часть острова, в лагуну Пикел-Мейер, фламинго прилетают за своим любимым лакомством – болотными мухами. На Бон Айре живет одна из самых многочисленных колоний фламинго в мире – от 10 до 40 тысяч, больше, чем людей на острове. На ночлег птицы перебираются на континент, в Венесуэлу, до которой 90 километров по прямой. Пунктуально, одновременно с заходом солнца, фламинго поднимаются в воздух и выстраиваются клином. «Бон Айре живет одна из самых многочисленных колоний фламинго в мире» Столица Григория Кролиндик была первой остановкой голландского флота после изгнания испанцев. И эта остановка чуть ли не единственное значительное событие во всей истории сонного городка. Ряд цветных домиков напоминает о его спокойном колониальном прошлом. Это, наверное, самый маленький рынок на Карибах. Здесь продаются фрукты и рыба, которые ежедневно привозятся с континента всего двумя поставщиками. В кофейнях и пабах царят цвета Карибских островов. В это время здесь еще довольно пустынно. Вдали от столицы и ареала дайверов тоже интересно. Вдоль дорог тянутся бесконечные поля кактусов. Они могут жить без воды целых 4 года. На обочине пасутся дикие ослы. Когда-то их использовали для перевозки соли, а потом отпустили на волю как бесполезных животных. Ослы одичали и, к сожалению, часто попадают под колеса машин. Городок Ринкон с заметной церковью Сан-Людовико изначально заселяли невольники, добывавшие соль. Сегодня в черном сердце Бонайре обитают две тысячи жителей. Католическая вера сохранилась здесь как испанское наследие. Усилия голландцев, обращавших бывших невольников в протестантизм, терпели фиаско. Маловыразительные ритуалы не могли конкурировать в борьбе за души верующих с барочной пышностью католической церкви. Помимо морского парка Бонайре в прибрежных водах, на острове есть еще парк Вашингтон-Слакбай. На территории в 60 квадратных километров, находящейся с 1969 года под охраной, дикая природа развивается без помех. Вдоль морского берега по нагретым камням бегают игуаны. Бока – так называют маленькие бухты, выбитые волнами в твердой скале. В этом месте побережье испытывает силу постоянно дующих с северо-востока пассатов. Деревья и кустарники не могут выдержать их напора. В центре национального парка возвышается Брандарис. Скромные 240 метров высоты делают его самой высокой вершиной в Нидерландах, о чем с ироничной улыбкой сообщают экскурсоводы. Когда заповедник был еще частной фермой, здесь было гораздо больше алоэ и необычных по форме деревьев Диви-Диви. Кроны деревьев легко выгибаются, без борьбы покоряясь сильным пассатом. Сок Диви-Диви еще недавно использовался для выделки кож. Просторные соляные копии Готто-Мейер облюбовали фламинго. В Вашингтон-Слагбаи у них нет природных врагов. В этом сухом краю маленькие пруды становятся источником для всего живого. В водопое встречаются представители, наверное, всех живущих на острове видов животных – от кос и диких котов до игуан. Сок Диви-Диви Кюрасао, согласно латинскому алфавиту, идет после Арубы и Бонайры – АБЦ. Это самый значительный и богатый остров из всей Троицы. Сердце Кюрасао и в то же время главный город нидерландских антильских островов – Вильямстад. 19 апреля 1634 года руководство Вестынской компании приняло решение о вторжении на расположенные треугольником острова. Кюрасао находился как раз на пересечении торговых путей. Его козырем был также крупный естественный порт. На штурм отправилась армада из шести судов со 180 моряками и двумя с лишним сотнями пехотинцев. Пожалуй, чересчур многочисленный десант против всего 10 испанских и 100 индейских защитников. Остров был захвачен без кровопролития. Все население – 32 испанца и 415 индейцев – было депортировано в Венесуэлу. Определение «бесполезные» по отношению к этим островам утратило свою актуальность. Голландские купцы изменили облик Кюрасао до неузнаваемости. Новые хозяева весьма отличались от испанских предшественников. Дух приключений уступил место трезвому купеческому расчету. Но голландцы вовсе не отказались от борьбы. Чтобы успешно торговать, нужно сначала немало воевать. В 1872 году было потоплено 2500 парусников и почти 250 пароходов. Голландия терялся 8 судов в год. А рейс из Амстердама на Кюрасао длился почти два месяца. Весь торговый флот того времени насчитывал около 20 тысяч единиц, две трети из них плавало под голландским флагом. Не тратя времени на поиски мифического золота, голландцы занялись торговлей невольниками, которые становились бесплатной рабочей силой на плантациях табака и сахарного тростника. Кюрасао стал главным рынком торговли живым товаром на Карибских островах. Работорговля была запрещена в 1818 году, но последний очаг рабства исчез лишь 45 лет спустя. На острове представители 40 наций стали основой единого народа. Когда в порт заходит большой танкер или сухогруз, городок оживает, что особенно заметно в центре. Деревянный временный мост королевы Эммы дрожит и скрипит под ногами приезжих. Пассажиры экскурсионных паромов прибавляют шаг, торопясь попасть на другой берег. В 1888 году, когда мост был построен, проходящие по нему должны были платить подати, размер которых определялся обувью. Пять центов платили те, кто были обуты в ботинке, два цента, шедшие в сандалиях. Бас их пропускали бесплатно. Разводной понтонный мост исполняет роль трапа для прибывших пассажиров до 20 раз на дню. Большой природный порт в заливе. Закрытый от ветров и волн, серьезный козырь Кюрасао по сравнению с другими островами. Шотегад Хафен особенно отличился во время Второй мировой войны. Вместе с действовавшим неподалеку нефтеперерабатывающим заводом, он был для союзников важной базой, снабжавшей всю армию в регионе топливом. Во время войны хорошо защищенный порт был весьма важен. Потенциальным захватчикам пришлось бы сначала сразиться с защитниками форта Амстердам, у входа в бухту Сент-Анна, а затем встретить огонь форта Нассау. Этот маневр удался англичанам в 19 веке, но после короткого правления в 1815 году они вынуждены были вновь отдать Кюрасао голландцам. Когда все суда войдут в порт, разводной мост, приводимый в движение дизельными двигателями, вернется на место. Одним нажатием кнопки кварталы Пунда и Отрабанда вновь будут соединены. Еще один лайнер привез группу туристов. На мосту появились музыканты с бубнами. Судя по фирменной обуви и футболкам, у них неплохая подработка. Развлекают пассажиров и яркие прилавки с сувенирами. Пик торговли приходится на период между середины декабря и апрелем, когда Европа скована холодами. Среди торговцев не видно суеты. Купят хорошо, не купят и ладно. Типичное для карибов отношение к жизни, видимо, отразилось когда-то и на голландском губернаторе. Говорят, большую часть времени он проводил не в кабинете, а на террасе своей резиденции. А поскольку белые, сверкающие на солнце фасады домов, слепили чиновника и вызывали головную боль, он издал беспрецедентный указ, велел выкрасить дома в разные цвета. Хроники умалчивают, избавился ли губернатор от мигрени. По другой версии, перекраска была затеяна, чтобы он мог почувствовать себя как в родной Голландии с пестрыми фасадами домов. Параллельно старинному понтонному мосту проходит маршрут паромного сообщения, которое соединяет обе части города. На правом берегу, в квартале Пунда, крыши домов в старинном голландском стиле сверкают желтым, красным, коричневым и салатовым цветами. Одно из старейших зданий, построенных в начале 18 века – Пенья-хаус. Оно принадлежало семейству Пенья – португальско-еврейскому купеческому роду, члены которого около 1700 года бежали от погромов в Европе. В 1750 году на острове проживало уже более 2000 евреев. Синагога Микве Израиль Эммануэль – старейшая в новом свете и до сих пор действующая, ей уже 250 лет. Скамейки внутри сделаны из ценного красного дерева. Пол посыпан песком, символизирующим пустыню Синай, через которую Яхвы вел свой народ в землю обетованную. Никаких украшений, никаких статуй, окруженных почитанием. В этом месте важным считалось и считается только слово «Торы». Каждый день после обеда у отрогов Сент-Анны собирается довольно много народу. На плавучий рынок прибывают катера из Венесуэлы, до которой отсюда всего 90 километров. Судно доверху загружены фруктами и овощами. Кюрасао уже давно перестал быть самодостаточным с точки зрения продовольствия. На острове, где дождь – небывалое явление, сельское хозяйство сомнительно, и туризм, несмотря на падающую рентабельность, приносит гораздо больше доходов. На рынке продается и свежая рыба. В этом бизнесе тоже господствуют венесуэльцы. На соседнем лотке потрошат рыбу и делят ее на порции. На Кюрасао еще есть места нетронутые цивилизации, где жизнь течет по старинке. Если Пунда на левом берегу является чем-то вроде Карибского Амстердама, то расположенная напротив от Рабанда, с преобладающим черным населением, сохранила былую атмосферу Карибов. В этом районе трудно не заметить памятников колониального прошлого. Нидерланды заботились о судьбе острова до середины 20 века. Архитектурное наследие минувших веков долгое время находилось без присмотра. От дальнейшего уничтожения его уберегли поступление в казну маленького государства. Это произошло из-за роста цен на нефть, развития туризма и благодаря либерализации налоговой системы, которая склонила многие заграничные фирмы перевести сюда свои активы. Старый город, теперь уже отреставрированный, был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Красочные фасады – это некий ответ однообразному выжженному солнцем пейзажу. На Кюрасау процветала прибыльная торговля живым товаром. Говорят, что голландцы оставляли себе самых лучших рабов. И поэтому на Кюрасау живут самые красивые и самые умные островитяне на всех Карибах. Во всяком случае, почти все они говорят на четырех языках – голландском, английском, испанском и папьяменто. На одной из площадей Атрабанды стоит памятник Луису Бриону. Уроженец Кюрасау сражался бок о бок с легендарным Симоном Боливаром за независимость Латинской Америки. Кура Уланда – название успешного коммерческого проекта по сохранению культурного наследия острова. 6 миллионов долларов вложил голландский инвестор Якоб Гельт Деккер в обновление этого исторического комплекса и создание исключительного в своем роде отеля. Его часть отведена под музей, посвященный истории и культуре жителей, происходящих с Черного континента. Многие африканцы утратили на Карибах свою самобытность. Выставка помогает обрести ее заново. Растущий спрос на сахар на европейских рынках спровоцировал рост торговли живым товаром. В новый свет свозили миллионы рабов из Африки. Те, кто смогли пережить каторгу, положили начало новому народу. На продаже рабов в 17 веке можно было быстро разбогатеть. Европейские торговцы без зазрения совести подкупали вождей племен алкоголем и оружием и получали взамен живой товар. На Карибах его меняли на сахар, ром и табак, весьма прибыльные в торговле с Европой. На время рейса через Атлантику рабов запирали в тесных трюмах. Треть из них не доживала до конца поездки. По прибытии истощенных невольников поспешно приводили в более-менее приличное состояние, готовили к продаже. На плантациях рабов ждала очередная пытка – 16-18 часов тяжелой работы изо дня в день в обмен на скудный рацион. Мало кто в таких условиях доживал до 30 лет. Владельцы плантации не считали рабов людьми и обращались с ними хуже, чем с животными. В этом танце перемешались африканские и европейские ритмы. Ностальгические мелодии сопровождаются жесткими текстами, например, такими, как стихи чернокожего поэта из Гваделупы Ги Тирольена. Вот место, куда попали их каравеллы, случайно, из-за ложно выбранного курса. Многие из них умерли под деревьями мансонильи, попробовав ее коварных сладких плодов. Они искали золото, но не нашли его. Они добыли его только благодаря мне. Я уже не помню, откуда я приехал, уже не помню, когда. Но с того дня ежедневно я слышу свист бича, и лишь солнце осушает мои пот и кровь. Музыка 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 Времена изменились, но в общественной иерархии по прежнему главенствуют белые. У них есть возможность получить хорошее образование и приличный заработок. О проживании в Кура-Уланда за 200 евро в день, как минимум, темнокожий может только мечтать. В комфортном отеле мы не почувствуем типичной атмосферы Карибов. Настоящая жизнь течет за его стенами, на шумных улочках от Рабанды. Музыка 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 И эта жизнь выглядит еще удивительней, когда мы подкрепляемся традиционным блюдом кюрасао пирожками пастечи. Добро пожаловать! Попробуйте вкусные пастечи. Четыре вкуса на выбор – с сыром, рыбой, курицей и мясом. Музыка У придорожного ресторатора не слишком много светлокожих клиентов. От Рабанда определенно черный квартал. Большая часть пассажиров шикарных судов не покидает яркого ухоженного квартала на другом берегу, гораздо более европейского, чем этот. К тому же суда останавливаются в порту всего на пару часов, ведь нужно побывать еще на многих других островах. Те, кто приезжает на Курасао в полноценный отпуск, могут гораздо ближе познакомиться с красивым островом. Однако и они в большинстве своем не отходят далеко от пляжа своего отеля. На Карибах полно и гораздо более красивых мест, но зачем что-то искать, если здесь вода чиста, а подводный мир очаровывает красочным разнообразием. Закат над морем. Трудно найти более романтические декорации для ужина вдвоем. Именно так в общественном сознании выглядят Карибские острова. Глядя на бесподобный закат, мы понимаем, что мечта об экзотическом рае воплотилась. КОНЕЦ Подобными видами ежедневно услаждали взор бывшие голландские правители. С колониальных времен и по сей день в Чобо Лобо производится апельсиновый ликер совершенно не апельсинового цвета. Он известен во всем мире как Блю Кюрасао. Сладкий напиток возник благодаря неудачной попытке вырастить на местной почве цитрусовые. Оказалось, что на сухом вулканическом грунте апельсиновые деревья развиваются плохо, а их плоды горьки на вкус. Но совсем другое дело, если апельсиновые шкурки настоять на спирту – они источают исключительный аромат. Свежеприготовленный напиток прозрачен, но островитяне любят яркие цвета, и подкрашивание ликера натуральными красителями сделалось традицией. Самым интригующим и популярным стал голубой оттенок. Очередной экспортный продукт – алоэ. Серо-зеленая ветка скрывает в себе желеобразную субстанцию, которая благотворно действует на кожу при ожогах, укусах насекомых и других мелких ранах. Несмотря на довольно убогую растительность, животный мир Кюросау неожиданно разнообразен. В национальном парке обитают сотни видов птиц, а также игуаны, олени и грызуны. С вершины Сан-Кристофель, самой высокой на Кюросау горы, открывается вид почти на весь остров. Его площадь около 444 квадратных километров. Пейзаж довольно однообразный. На северном побережье сильные пассаты вращают крылья мельниц и способствуют выработке электричества. Испания угадывается в названии городка Санта-Круз и в названии залива Spanish Water, испанские воды. Во время урагана в заливе прячутся яхты со всех окрестных островов. Санта-Круз облюбовала для отдыха венесуэльская элита. Благодаря ей скромный порт в последние годы оброс сотнями шикарных резиденций. Западное побережье было самым слабым местом для голландцев. Оно легче всего поддавалось пиратам и англичанам. Побережье укрепили в 18 веке, построив форт Беккенбург. Пляж у подножия крепости занят главным образом местными жителями. Изредка сюда забредают туристы из Америки или Европы. Дорога из Вильямстада обозначена плохо и мест для ночлега не хватает. В колониальные времена вся территория была поделена между несколькими десятками плантаторов. От них осталось 30 владений, в большинстве отреставрированных. Чаще всего их строили на холмах, откуда открывался хороший обзор. Самые известные из владений Ландхьюискенепа. Два местных невольника в 1795 году подняли восстание. К ним присоединилось более тысячи товарищей по несчастью. Но бунт был подавлен уже 10 дней спустя. Несложно догадаться, что организаторы восстания и самые активные его участники были приговорены к смерти. До уничтожения рабства оставалось 60 лет, после которых с утратой бесплатной рабочей силы закончился и период процветания плантаторов и всей Вест-Индской аристократии. Последствия колониальной эксплуатации ощущаются на Карибах до сих пор. Белые имеют больше привилегий по сравнению с черным населением, например, в области образования. Но надо отдать должное голландцам, которые прилагают немалые усилия и суммы, чтобы изменить такой порядок вещей на территории бывшей колонии. После столетия угнетения Нидерландские Антильские острова выходят на международную арену. Их главный капитал – сказочные пляжи, лазурное море и солнце, которое светит круглый год. За право пользоваться этими благами гости готовы выкладывать порой «состояние», и при этом они так и остаются «гостями». Аруба, Бонайре и Кюрасао – удивительная мозаика Карибского рая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...